Сделав вечный двигатель из пружины, случайно, впрочем, меня весьма заинтересовала эта тема, тема вечных двигателей, я полез искать конструкции и нашел вот такую вот конструкцию вечного двигателя. Раньше я к вечным двигателям относился немножко неправильно. Ну, большинство прекрасно понимает, что вечное движение создать, наверное, можно, но с точки зрения математических расчетов и физических законов сделать это не представляется возможным. Хотя есть и исключения. Не исключение, так скажем, а уточнение. Потому что вечные двигатели тоже бывают разные. Они бывают псевдовечными двигателями, еще там какими-то, я уже сейчас не помню. Но суть не в этом. Суть в том, что конструировать такие машины весьма увлекательно, как оказалось. Даже повторять то, что уже создано. Например, вот эта вот маятниковая конструкция с полуцилиндром. Значит, здесь не чистая механика. Потому что если обратить внимание, как он движется, особенно в начале. Вот смотрите. Сначала он раскачивается, как бы, да, а потом начинает вот так вот себя вести. Я думаю, что здесь, в этом полуцилиндре, на площадке, на ровной площадке, есть магнит, который отталкивает, ну или наоборот, притягивает вот этот вот кубик, который болтается вот сюда. Это весьма вероятно. Также в этом полуцилиндре смещен центр тяжести. Я думаю, смещен он, естественно, вниз, по центру. Вот, из всего вышесказанного я бы пытался построить нечто подобное в КСП. И вот что у меня получилось. Полуцилиндра у меня нет. Я решил обойтись тем, что есть, не создавая полуцилиндр в 3ds Max и в Unity. Конструкция, в общем-то, весьма схожая. Если убрать вот эту вот часть и сделать его целиком, то и будет как раз полуцилиндр. Роль груза эксцентрика выполняют вот эти вот бочки с топливом, так? Сама болтушка это шар, а внутри есть тоже подгрузок, так скажем. Его, конечно, можно еще центрировать и выравнивать по... Ну, в общем, балансировать. Вот я что хотел сказать. Но то, что получилось, это уже работает. Получилось это, конечно, не с первого раза. И без шаманства тут тоже не обошлось. А шаманство заключается в следующем. Сама по себе конструкция, она, конечно, болтается, но очень быстро запухает без магнита. Так как в КСП нет магнитов. Уточнение. Магниты есть, да? Но у них магнитного поля нет. То есть вот магнит, но он без магнитного поля. Он работает либо на сцепку, либо на разъединение. Все. А магнитного поля у него как такового нет. Поэтому я, подумав, решил, что вот этот вот репульсор очень схож по своему действию с магнитным полем. Только он не притягивает объект, а отталкивает. Кто имел с ними дело, тот поймет, о чем я говорю. А остальные, кто хотят узнать, как он работает, но можете просто мод скачать и проверить. У него очень похожие действия. Поэтому я взял, засунул сюда один репульсор. Вот таким образом. Выставил ему вот такие значения. 0.8, 0.625 и 0.12. Здесь стоят эти самые... Как они называются всегда? Геродины. Все время забываю, как они называются. Но они здесь нужны только для того, чтобы скачать конструкцию. Ну и здесь вот один есть. Этот, в принципе, вообще можно убрать. Насчет высоты вот этой вот штанги я не уверен. Ее можно регулировать. Как я уже сказал, балансировать. Но оно и так работает. Поехали проверять. То, что тут стоит репульсор, ну да, он стоит. Но сам по себе он конструкцию не раскачивает, как видите. Вот сейчас он работает. Видите, да? То есть сам по себе он конструкцию не раскачивает. Он выполняет роль, как я уже сказал, магнита. Только на отталкивание. На отталкивание вот этого вот шарика из положения равновесия. Но это произойдет тогда, когда изменится само равновесие. Так вот я изменяю равновесие. Тут придется немножко повозиться. Немножко понастраивать даже. Потому что репульсор иногда придется. Приходится подкручивать туда-сюда. Вот. И вот так начинает он маячить. Этот вечный маятник. Если предположить, что здесь просто постоянный магнит. Да? То эффект, я думаю, будет таким же. Абсолютно. Он сейчас в цикл не вошел еще. Он еще что-то пытается тут раскачаться. Ему надо немножко помочь. Когда он войдет в цикл, он будет прям идеально маячить. Ну, я имею ввиду без вот этих всех эксцессов. С застреванием посередине. Сколько он так промаячит, я честно говоря, ну и полчаса я гонял его. Он не остановился. Ну, я думаю, что не остановится и дальше. Хотя, конечно, не факт. А еще я уяснил такую вещь. Как отличить истинный вечный двигатель от псевдо-вечного двигателя. Истинный вечный двигатель начинает работать сам при старте. Без приложения внешних сил. И вот как раз пружина, она этим и славилась. То есть, я ее запускал на стартовую площадку. Ничего не трогая, никаких клавиш, ничего не нажимая. Она сама начинала свою свистопляску. И, собственно, входила в это вечное движение. А вот эта конструкция, ее приходится сдвигать. То есть, выводить из равновесия. Прикладываю при этом внешнюю силу. Отсюда следует, что когда-нибудь эта приложенная внешняя сила должна себя исчерпать. По многим причинам. Трение, там еще что-то, сопротивление воздуха. Пружина же такими недостатками, таких недостатков была лишена. То есть, пружина получилась реальным вечным двигателем. Ну, да, для КСП, да. Но, тем не менее, даже вот этот маятник, он достаточно интересный получился. Он болтается туда-сюда. В общем-то, можно сказать, без двигателей. Но если, опять же, я повторюсь, если приравнивать вот этот репульсор к постоянному магниту. Но, естественно, вечный двигатель всегда, пока что, по крайней мере, пишется в кавычках. Поэтому, и относиться нужно к нему так же. Да, еще мои соседи решили, что чем больше дырок они у себя в квартире насверлят, тем им будет лучше жить. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok